Всех приветствую на своем канале. Как вы уже поняли, у меня тут грядет серия видео отзывов на продукты от фирмы Савандри. Пиггерской фирмы, кстати. И если вам интересно, то оставайтесь со мной. Особенно, если вы любите натуральную и недорогую косметику отличного качества. Отзыв у меня в этот раз будет на мыло. Вот пакетик от него. Вот само мыло. Оно у меня слегка уменьшилось. Ну, конечно, может быть на одну четверть, на одну пятую, не знаю. Мыло называлось у нас бальзам знахаря. И оно у нас, кстати, сделано совсем недавно, 15 января. Глицериновое мыло с фирмным маслом чайного дерева бальзам знахаря. Тут у нас было 100 грамм, ну и, соответственно, оно живет 12 месяцев. Я думаю, оно у меня проживет намного меньше. Я ему помогу прожить намного меньше. В общем, я им умывалась. Каждый день, утром и вечером кожу не стягивает. Аромат приятный, но аромат, конечно, на любителя. Мне, допустим, нравится аромат чайного дерева. Я делаю с фирмным маслом чайного дерева дезодоранты. И вообще, как бы, мне оно даже от мигрени помогает. В общем, я его использовала вместо пенки. Умывала лицо, мыла руки, кожу не стягивает вообще ни то, ни другое. Ни лицо, ни руки. Я им даже, я его использовала вместо геля для душа. В принципе, я его и покупала именно для такой цели, чтобы использовать вместо геля для душа. В ванной, под душем, если намыливаться, то вот на мочалку мне его приходилось, правда, два раза намыливаться. Половинку тушки тела, значит, у меня уходит. Вот я намылю, и все хорошо. А потом заново намыливаться. Но я думаю, что это с любым мылом такое. Очень хорошо моет, кожу не стягивает, опять же, не сушит. Улажняться, в принципе, не надо. Но у меня бывает иногда, что вот какие-то там плечи или что-то такое. Иногда вот так вот чуть-чуть совсем подсушивает. Но оно не шелушится, не стягивает, как вот иногда бывает, там, от какого-нибудь мыла или вообще от чего-то другого. И оно как бы чайное дерево, бальзам влахаря, само себя оправдывает. И у меня постепенно затягиваются какие-то рамки. Даже вот то, что я мыла руки с мылом, у меня тут было три таких царапки от кота. Конечно, этому еще помогли два других продукта, которых я потом отдельно запишу в видео. Возможно, одно, а возможно, на каждый продукт отдельное. Но вот именно благодаря мылу, я считаю, оно у меня помогло справиться с маленькими рангами. И как бы чайное дерево само по себе полезно. И что хочу сказать, я попробовала бы нам помыть голову. Оно очень хорошо моет голову до такого конкретного скрипа. Но правда, когда вы уже смываете пену, чувствуется, что нужно какой-то бальзам для волос нанести. Так что, в принципе, если у вас жирные волосы, как у меня, допустим, тонкие и жирные, то этим мылом все-таки лучше не мыть голову или мыть вместе с каким-нибудь бальзамом. Я сочетала с бальзамом другой фирмы, и у меня волосы в результате очень долго всохли. Но я просто решила попробовать, что вроде как мыло. Раньше же не было всяких гелей, да, там в Советском Союзе или еще когда-то. И мыли как бы голову и мылом, и тушку тоже самое мылом. Оно мне очень нравится. Оно легко, кстати, мылится. Хорошую пену дает. Не размякивается в этом мыльничке. У меня мыльничка без воды, но обычно, чаще у меня всего бывает, какой-нибудь кусок мыла, обычного какого-нибудь покупного. И он так, он развалился. Такое вот. Единственное, чем различается, вот на сайте оно выглядело на картинке слегка другого цвета. Более такое, наверное, молочно-бело-зеленое с крапинками желтого. И я сначала думала, что может быть я заказала одно, мне пришло другое. Или я хотела заказать это, а заказала не то. Но как бы название сочеталось, состав тоже. И запах чайного дерева, все-таки я его знаю. В общем, вот такое вот классное мыло совершенно. Единственное, я не помню, сколько оно стоило, но я ссылку в инфобокте оставлю на продукт и на сам сайт. И да, мне очень понравилось мыло ручной работы от Саландрик. Если вы любите мыло ручной работы, я вообще люблю мыло ручной работы. Но не только, которое я сама делаю, да, еще вообще. Мне раньше дарила мамина подруга, и вот кто меня близко знает, дарили мне мыло ручной работы разные. В общем, мне очень оно понравилось. Если вы любите натуральную косметику, бюджетную косметику, косметику сделанную в России, поддержите, так сказать, местных производителей, да, то я вам советую вот эту фирму Саландрик. И вообще, я вам советую вот это мыло. У них много разных хороших продуктов. И я пока ничего такого вот, ну, не было такого продукта, который бы меня разочаровал. В общем, всем спасибо за просмотр и до новых встреч!